Добрый вечер! Вы смотрите вечерний выпуск новостей на телеканале Истронет ТВ в студии Полины Громова. Мы продолжаем рассказывать вам о самых важных и значимых событиях Истринского района. Смотрите прямо сейчас. Налоговая служба провела день открытых дверей. Ее сотрудники информировали граждан о законодательстве и порядке заполнения деклараций. Какой будет будущая пенсия и как на нее можно повлиять, подробно рассказали жителям Дедовска. Кто из специалистов особенно нужен Истринскому району, выяснили наши корреспонденты на ярмарке вакансий. А теперь об этих и других новостях более подробно. В инспекции Федеральной налоговой службы по городу Истре 15 и 16 апреля прошел день открытых дверей. Сотрудники информировали граждан о законодательстве и порядке заполнения деклараций. И что важно, упор сделали на том, что налоговая служба – это организация не только для сбора денег, но и для выплат. О таких важных подробностях Фарида Кочеткова. Не все знают, что для тех, кто покупает квартиру или, к примеру, оплачивает образование из собственных средств, государство предоставляет льготы в виде возможности получения, а точнее возвращения части потраченной суммы денег. Иными словами, налоговый вычет. И это первое, что интересовало большую часть пришедших. В день открытых дверей в налоговую службу можно было обратиться за помощью и советом. Потребовалась помощь в оформлении документа на оформление вычета за обучение ребенка. Дни открытых дверей устраиваются прежде всего, чтобы проинформировать и помочь заполнить все налоговые документы. Ведь в них немало тонкостей, о которых нужно знать, и ошибки в них часто влекут за собой новые и новые исправления. А, соответственно, и задерживают сроки подачи. Очень любезно здесь приняли, оказали большую помощь. Очень вежливо, приятно было общаться. Очень милые работники, которые очень хорошо знают свое дело и быстро, четко оказывают все услуги и объясняют все, как правильно нужно заполнить. Головная боль многих предпринимателей и бизнесменов – подача налоговой декларации по форме 3НДФЛ. Она должна быть предоставлена в срок и заполнена по всем правилам. То, что дни открытых дверей налоговая служба провела в середине апреля, не случайно. Именно для них. Данная акция проводится ежегодно во всех инспекциях России. Это акция специально для оказания помощи налогоплательщикам в заполнении декларации по форме 3НДФЛ. Конечно, мы в эти дни ждем всех налогоплательщиков, которые обязаны в соответствии с статьей 228 Налогового кодекса представить декларацию в налоговый орган в срок до 30 апреля. Для многих день открытых дверей в налоговой службе стал днем открытий в целом налогового законодательства. Ведь далеко не каждый обладает достаточной юридической грамотностью, чтобы правильно заполнить и своевременно подать все необходимые документы. Фрида Кочеткова, Дмитрий Гинкул, ИстранетТВ Как будет выглядеть будущая пенсия и можно ли повлиять на эту сумму? О всех тонкостях пенсионного законодательства и самое важное об изменениях говорили с жителями Дедовска. Институт единых социальных программ будет проводить такие встречи по всему Истринскому району. Что на них обсудят и как на них попасть узнавала Сабина Салимова. Пенсионная реформа 2016 года предполагает огромное количество нововведений. И большинство граждан, к сожалению, не могут самостоятельно разобраться, что к чему. Лариса Зинковская, когда узнала, что в Дедовске на эту тему проведут собрание, сразу решила, что надо идти. Слишком много, говорит женщина, накопилось вопросов. Я считаю, что пенсионная реформа – это такая тема очень больная для населения, так как очень мало информации поступает для населения. Наверное, нужно как-то собирать коллективы, приходить в коллективы, какие-то общие собрания делать для народа, для населения. Даже те, кто не работает, вот бабулечки, они же многие еще не на пенсии, но тем не менее, как-то они должны же получить какую-то информацию. Особое недоверие у граждан вызывают так называемые негосударственные пенсионные фонды, которые были созданы специально для формирования накопительной части пенсии. Той части, на сумму которой сам будущий пенсионер может повлиять еще задолго до выхода на заслуженный отдых. Есть небольшое какое-то недоверие к этой системе. В частности, у меня был вопрос, если фонд, например, закроется, что будет с землями. И сегодня я получила ответ на вопрос, что если он закроется, то деньги автоматом перейдут в государственный фонд обратно. То есть эти деньги никуда не могут просто так исчезнуть. Но это определенным образом успокаивает. Если фонд закрылся, все денежные средства перешли автоматом в пенсионный фонд России. Это и есть ваша страховка. Страховая часть формируется в баллах, стоимость которых устанавливает государство. Каждый балл будет начисляться, исходя из таких показателей, как уровень заработной платы, трудовой стаж, возраст выхода на пенсию и отчисление средств на накопительную часть пенсии. Эти суммы пропорциональны зарплате, поэтому для работника очень важно получать именно белую оплату труда. В этом случае работодатель будет больше платить в пенсионный фонд, что обеспечит и более высокую пенсию. Все эти подробности жители Истринского района могут узнать до конца недели. Руководитель отдела Института единых социальных программ консультирует в коммерческих и государственных учреждениях по всему району. Подробности маршрута можно узнать по телефону, который вы видите на экране. Сабина Салимова, Дмитрий Гинкул и Страна ТВ. 21 апреля с 16 до 18.00 в здании отдела МВД по Истринскому району будет осуществлять прием граждан начальник первого отдела участковых уполномоченных полиции Дмитрий Стародубов по вопросам, касающиеся деятельности полиции. Предварительно записаться можно по телефону, который вы видите на экране с 9 утра до 6 вечера. Сегодня, 19 апреля, Истринской службе занятости исполняется 25 лет. На днях ими была организована ярмарка вакансий. О том, какие специалисты наиболее востребованы в Истринском районе и сложно ли устроиться на работу с инвалидностью, узнавала Фарида Кочеткова. Уже традиционно весной в Центре занятости населения Истринского района проводится ярмарка вакансий. Здесь работодатели и соискатели ищут друг друга. Они могут напрямую пообщаться и понять ожидания. Роман, к примеру, уже долгое время ищет работу и на эту встречу у него большие надежды. На ярмарке вакансий каждое предприятие и организацию представляют не просто отдел кадров или HR-менеджер. Здесь присутствуют и сами руководители. А значит, можно с глазу на глаз обсудить варианты сотрудничества, условия и зарплату. Задача, конечно, основная – это то, чтобы помочь людям найти работу. Это самая главная задача, которая стоит после проведения и во время проведения ярмарки вакансий. Чаще всего, все-таки уже некоторые сегодня соискатели договариваются о дополнительных каких-то собеседованиях. Мы можем даже узнать, что на следующей неделе кто-то будет и трудоустроен. И это, конечно, самое главное. Поэтому приглашены, конечно, те работодатели, у которых есть наличие вакансий. На ярмарке вакансий присутствовали представители 21 организации. Вакансии представлены самые разные. Так, например, городу очень нужны врачи, инженеры, учителя и технологи. Неизменно остается и потребность в рабочих специальностях – сварщиках, слесарях и операторах по обслуживанию техники. Я представляю оздоровительный комплекс «Негри» управления делами президента Российской Федерации. Это государственные учреждения. Ну и, как многие учреждения, заведения, тоже у нас нуждаемся в кадрах. И размещаем мы на своем сайте вакансии. Ну и прибегаем к ярмарке, потому что не все могут пользоваться сайтом, не имеют интернета. Ну и, как говорится, здесь общение вживую. Для тех, кто свою профессию в списках самых востребованных не нашел, ярмарка тоже оказалась полезной. Здесь присутствовали четыре учебных учреждения, которые занимаются профессиональной переподготовкой. Вот, допустим, товарищ подошел, он хочет определиться, ну то есть у него гуманитарное образование, но хочет определиться, что поменять профессию, обучиться на какую-то другую профессию, потому что сложно найти работу. Мы советуем, рассказываем, с какими учебными организациями работаем, на какие профессии можно обучиться, на сколько это стоит и что нужно для этого сделать. То есть стать на учет, так как мы обучаем бесплатно только тех, кто у нас стоит на учете. Существует еще одна категория граждан – это люди с ограниченными возможностями. Многие из них хотят и, главное, могут работать наравне со здоровыми людьми. Но для работодателя принятие на работу человека с инвалидностью означают дополнительные траты, ведь обустройство рабочего места для особенных людей обходится недешево. Кроме того, все еще существуют стереотипы об их работе и опасения, сможет ли. И эта ситуация пока не меняется. Закон действует на инвалидов, но, в принципе, нигде их не берут. Даже если висят вакансии, инвалиды в стране подходит. То все равно сложно, да? Отпираются, ну да. Я на учете ставлю в центре занятости, и инспектор меня пригласил, как бы здесь термарка вакансий не проходит. Я походил, ну и кое-что нашел. Я инвалид третьей группы, меня сократили чуть меньше, ну почти год назад. В Истринском районе, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, пока удается держать уровень безработицы на безопасных значениях – около половины процента. Для сравнения, средний показатель безработицы по России – 5,8%. Я, в общем, подумаю, дома заполняют так, потому что здесь много заполняют. Конечно, хотелось всем пожелать, чтобы была работа всегда, и чтобы работодатели создавали рабочие места. Но понятно, что соискатели, они ищут, где выше заработная плата, где лучше условия труда, ну и чтобы эти совпали интересы. Многие ушли со встречи с визитками и подробной информации о работе и новых сотрудниках. Кто-то из них встретится на новом месте уже на следующей неделе. Ведь, как известно, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Фрида Кочеткова, Максим Барышев и Странет ТВ. Информация для людей с активной жизненной позицией или тех, кто столкнулся с проблемой и не знает, куда обратиться за помощью. На сайте istra.rf для вас открыт раздел «Народные новости». Если у вас есть значимые факты из жизни города и района, если вы столкнулись с проблемами, помните, у вас есть информационное пространство, где любой зарегистрированный пользователь может написать обо всем, что связано с Истринским районом и его жителями. Ну, а если вы хотите увидеть свою новость в выпусках телеканала Истронет ТВ, звоните по номеру нашей редакции. Новости от нашего провайдера. По вашим многочисленным просьбам, личный кабинет абонента Истронет теперь доступен из любой точки мира. Проверить баланс, перейти на новый тариф вы сможете, находясь где угодно. И о погоде на завтра. 20 апреля в Истринском районе ожидается первая гроза. А значит, весна полностью вступила в свои владения. Температура воздуха днем 11 градусов тепла, вечером плюс 4. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. А на сегодня это все. Продолжайте следить за событиями Истринского района вместе с нашими корреспондентами. И смотрите нас завтра в 3 часа дня. В студии для вас сегодня работала Полина Громова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова